Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Суть вопроса следующая. Как быть, если я страдаю в неравном браке? Я из состоятельной семьи, семья мужа не очень обеспечена. Муж старается, купил квартиру, хоть и в кредит. Моя мама настраивает меня против мужа, приехала помогать к нам домой. Папа отношения не сильно откровенные, хотя он относится хорошо к мужу. Но это не точно. Папа тоже начинался с нуля. Хотя мы браке уже три года, и сначала они вроде принимали его. Родился ребенок, и первый трудностый ребенок. Родители многое дали. Мне, я их люблю. Мужа тоже, но влюбленность и эйфория прошла. Мне нужна помощь с ребенком, но мы живем в разных странах. Я в Европе, родители на Украине. Его родители в другом городе. Тупиковая ситуация. Из-за ковида на родине не было два года. Помогите советам. Пожалуйста. Здесь вопрос, касающийся, на мой взгляд, в первую очередь, личной границы. Что это такое? В данном случае. Что такое, вот, ну, личная граница, да? Это вопрос, касающийся разделения. То есть, разделение и организация ваших отношений с мужем, с родителями и того, что вы хотите, например, от своего мужа. И того, что вы хотите, например, от своих родителей. На мой взгляд, вы не выстроили границы с своими родителями и не обрели самостоятельность. То есть, как бы, то, что родители вам помогают, это прекрасно, да, хорошо, это здорово. Вот, то, что родители, там, ну, делают для вас, да? Да, это замечательно, вот. Но у вас сейчас своя семья и, соответственно, нужно больше внимания, времени, если угодно, уделять именно ей. Вашей собственной семье, которой вы, на мой, опять же, скромный взгляд, не уделяете внимания. Почему? Дело в том, что, как бы, вы говорите, что мама настраивает вас против мужа. Вот, и она же приехала вам помогать. Вот. То есть, вы находитесь под влиянием мамы. И, собственно, как-то вот прислушивайтесь, может быть, к ней. Вот, может быть, как-то вот. Ее мнение для вас важно. Вот. А и, может быть, может быть, Ее мнение для вас важнее, чем ваше собственное. Это, на самом деле, не есть хорошо, потому что живете вы своей жизнью. Вот. И вам нужно жить своей жизнью. А не получается. Потому что есть некоторая такая вот зависимость от мам. Да? С другой стороны, не совсем понятны ваши чувства к супругу. Вот. То есть, вы его любите, вы его не любите, вы принимаете его, да? То есть, ну, она отношена, может быть, именно о любви как таковой речи не идет, да? Сейчас. Ну, то есть, вот, именно сейчас, да, речь идет о именно принятии его, принятии своего мужа, да? например. Вот. Таким, как он есть. И, соответственно, выяснение того, есть ли у вас возможность его принять. Таким вот, какой он есть. На мой взгляд, такой возможности у вас нет. Вы не принимаете своего мужа. И в первую очередь, на что вот хочется, чтобы вы обратили внимание, это на это. Да? Глобально это история про что? Глобально это история про то, что вы не доверяете себе. вы не опираетесь, как мне кажется, на себя вот в полной мере. И это просьба проблема. Довольно, как мне кажется, серьезно. Проблема. Потому что вы ждете, что муж ваш будет таким, каким вы хотите. его видеть. А по факту ваш муж такой, как он есть. Следующее на что хочется обратить внимание, это то, что вам важно, как будто бы, что про него думают ваши родители. Принимают ли они его, одобряют ли они ваши выборы и так далее. То есть это в целом история про то, в целом это история про то, да, чтобы угодить родителям вашим. Как мне кажется. вы выглядите несколько не самостоятельной фигурой. В данном случае. На что и нужно обратить ваше внимание. чеще всего человек страдает. Как это обычно бывает. страдает он из-за того, что не может сделать выбор. Вот. Понимаете, вас не может определиться. И соответственно, вам нужно определиться в своем выбор. Как мне кажется. Чего вы хотите, где вы хотите быть. И тогда ваше столбание в общем-то закончится. Вот. Но у этого есть своя цена. Вот. И соответственно вам нужно решить готовы ли вы эту цену заплатить. Вот. Поэтому я думаю, что примерно в таком ключе вам нужно работать. Да? То есть желательно с мужем вам обратиться на психотерапию для гармонизации отношений, для организации отношений ваших с ним. Вот. Поэтому это прямой путь для того, чтобы улучшить качество вашей жизни хищал. Вот. Так что я думаю что в первую очередь вам нужно обратить свое внимание именно на эти аспекты. Вот. а дальше уже вы решите как вам двигаться в каком направлении вам двигаться и так далее. Где вы хотите быть с кем вы хотите быть и так далее. На мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд на мой взгляд вы не сепарировались от родителей своих. ну вот как бы до сих пор. И соответственно вашей задачи это сделать сейчас. то есть вам нужно сепарироваться от своих традиций на мой взгляд по крайней мере. Вот. И соответственно в этом вам нужно вести как бы свою основную работу. На мой взгляд. Советы вам здесь не помогут вот вам поможет только терапия. Индивидуальная работа. Вот то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии психотерапии и так далее. Вот. На этом все. Я думаю можно закончить мой ответ. Я буду вам благодарен за обратную связь. По нему по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И попробуйте увидеть какую вторичную выгоду вы получаете от того, что страдаете браком. И почему вы считаете, что этот брак не равный. Для вас. По крайней мере. Так? Попробуйте с этим определиться. Удачи вам. Всего самого доброго. обратная связь нужна для формирования начальных направлений для психотерапии. Вот.